всем доброго времени суток всем привет приготовим сегодня роганки с корицей наряженки для этого мне понадобится 3 стакана муки 2 столовые ложки сахара с этого же стакана я возьму и остальное у нас пойдет в начинку конечно же масло подсолнечного я взяла оливковое можно подсолнечное можно кукурузное масло вливаем это все в тесто уксус понадобится столовая ложка прямо я волью корица у нас и сахар для начинки ну конечно же разрыхлитель и ванилин можно взять соду чайную ложку и погасить уксусом разрыхлитель на пол килограмма что было написано примерно 18 грамм они разные пачки но чтоб на пол килограмма было написано есть большие пачки конечно много не надо и так всыпаем ванилин муку и тут отдельно разбиваем добавляем 2 столовые ложки сахара все это перемешаем остальной сахар и корица это у нас для начинки мы его смешаем вместе с корицей сахар корицу будем перемешивать и так взбили яйцо с сахаром теперь сахар и корицу мы приготовим оставим в стороночку коричи 10 грамм или стовая ложка все это оставили вторую очку будем перемешивать в этот же стакан вы этим стаканом и муку измеряли теперь наливаем кефир либо ряженку этим же стаканом и сахар этим стаканом одним и тем же стаканом меряйте и вешайте и все будет у вас точно масло валим вливаем в муку разрыхлителем всыпаем кефир или ряженку все чтоб зашипела хорошо уксус добавим одну ложечку так как у меня кефир не очень кисленький поэтому надо чтобы кисломолочка была кислая все это чтобы зашипела если не шипит ничего добавьте соду и все будет нормально и так все это перемешали ведь у меня хорошо зашипела прямо вот так вот должно быть щепоточку соли обязательно посыпем я всыпанула потом уже включила камеру и так теперь все перемешиваем замешиваем тесто все замесили чуть-чуть теперь остальное уже замешиваем руками так чтобы все это тесто вот эта мука чтобы все вместилось в тесто замесилась все остальное чуть-чуть муку мы высыпаем на стол и замешиваем уже на столе так минут пять месим месим чтоб хорошо эластичное тесто получилось вот таким вот образом минутки 35 сука дома нетрудно месить но в минутке три точно помесили замесили тесто вот эту муку мы просеем она у нас для раскатки теста пойдет все просеяли вот это лишний выбрасываем и тогда месили немножечко тесто все тесто вот такое должно быть упругое мягкое тут же эластичное все накрываем пленочкой и оставим в стороночку минуточек на 5 пока мы приготовим сахар перемешаем с корицей поднос застелим бумагой пергаментной либо можете смазать поднос посыпать сверху мукой и так прошло пять минут все припудрили стол мукой скалку качалку тоже мукой припудрили теперь раскатываем тесто сантиметров наверно 40 на 50 где-то вот такой вот пласт мы раскатаем вот так сантиметров 50 точно длина и где-то 40 сантиметров ширина масло 1 чайная ложечка разливаем по тесту и размазываем вот таким вот образом совсем чуть-чуть капельку прямо тела в виде чайную ложечку теперь берем нож разрезаем пополам потом на 4 части потом на 8 разрежем вот так ровно не ровно это не не как бы не принципиально вот так разрежем теперь еще раз и до из косок то есть 16 кусочка у нас получилось 16 рогаликов получится теперь вы раскладываем друг от друга подальше возьмем качалку к каталку и раскатаем наши вот эти вот трехугольные кусочки сделаем их подлиннее пошире вот так то есть толщина теперь получается где-то 0 2 миллиметра а длина где-то 30 сантиметров вот примерно я вам объясняю какие я раскачала раскатала вот так теперь берем чуть ли не полную ложку сахар с корицей и сыпем вот так вот посерединке не совсем пока до краю не досыпаем вот посередине ложечкой вот так прижали примяли получилось вот так вот у нас по краям не совсем есть сахар с корицей а вот посередине получается теперь скручиваем вот так такой трогали либо круассан можно назвать вот такие вырагали я называю вот так и так я вот все тесто замотаю с сахаром с корицей вот теперь кладем на противень друг от друга подальше конечно но я наверно все буду ухаживать так чтобы всех вместить чтобы не два раза было за один раз чтобы выпекалась хвостиком вниз ложите чтобы не развернулись вы конечно же если не торопитесь то сделайте друг от друга подальше кладите у тебя все видите налепила и отправляю в духовку в духовку нагрета где-то 180 градусов минут на 15 поехали и так отправили в духовочку осталось у меня где-то одна ложка корица с сахаром видимо где-то не досыпала ну вот испеклись мои рогалики осталось их посыпать пудрой вот такие вот они у меня получились вкусные не поверите а внутри вот получается видите начинка прям такая карамель вытекает карамель с корицей получается очень вкусно аромат стоит тесто получается такое пористое выкладываем их на поднос на тарелочку ну и конечно же посыпаем сахарной пудрой ну что ж рецепт оставлю под видео в описании также под видео в описании у нас есть ссылочка на наш семейный канал но я конечно же вам разломаю покажу что же получилось в середине у нас внутри и так красота вкуснота не поверите они такие полчаса пористые из этого теста можно приготовить сочники с творогом как-нибудь приготовлю сочники тоже такое точно же тесто ну что же готовьте пробуйте мне осталось всем сказать спасибо с прошедшими праздниками благодарю за комментарии за лайки огромное всем спасибо за пожелание понравилось ставим лайк подписываемся на мой канал всем пока пока